Привет, друзья! Вот это Apple Watch Series 5 2019 года, а вот это предыдущее поколение, Series 4, а вот это позапрошлое, Series 3, которая сейчас, кстати, по супер вкусной цене. Все три модели сейчас есть в продаже, и очень часто возникает вопрос, какие же Apple Watch выбрать. И вы меня это часто спрашиваете, да и мне самому было интересно, так сказать, поставить точки над «и» и в одном видео раскрыть всю разницу между вот этими тремя поколениями смарт-часов от Apple. А пока мы не начали, я очень рекомендую подписаться на канал и поставить лайк, тогда это видео будет выше во время поиска, нам будет очень приятно, его будут все смотреть. В общем, лайк, поехали! Я решил построить это видео как конструктивный обзор, который поделен на критерии сравнения. Дисплей, корпус, функции, автономность и, конечно же, цена. Начинаем мы с дисплея. Испокон веков, а если быть точнее, с выходом первых Apple Watch в 2015 году, у покупателя был выбор между двумя диагоналями дисплея – 38 и 42 мм. Это было сделано для того, чтобы вы могли подобрать нужный размер часов под ваше запястье. Как правило, 38 мм покупали девушки, а 42 мм покупали парни. Так было до 2018 года, когда появились серии S4. У них увеличили диагонали обоих версий. И теперь минимальный размер стал 40, а максимальный – 44 мм. Итого мы имеем. Серии S3 можно выбирать из 38 и 42 мм версии. Серии S4 и 5 – 40, либо 44 мм. Но на самом деле менялся не только размер дисплея. Серии S3 – OLED, плотность пикселей – 303 ppi. Серии S4 – LTPO OLED, уже увеличенное разрешение и плотность – 326 ppi. Кстати, чтобы вы знали, LTPO OLED – это дисплеи, в которых используется низкотемпературный поликристаллический оксид. Так, обещаю больше бессложных терминов. По заявлению Apple, эта технология экономнее использует вашу батарею примерно на 5-15% и поддерживается более высокое разрешение экрана. Серия S5 – тоже LTPO OLED, плотность – 326 ppi, но дополнительно появился режим Always On Display, в котором часы могут постоянно отображать циферблат на дисплее, в отличие от всех предыдущих поколений, которые в режиме ожидания полностью выключали экран. Это удобно, и я это говорю вам, как владелец серии S4. Когда сидишь за столом или за рулем, например, и хочешь глянуть время, не нужно поднимать руку, и Apple Watch становится ближе по использованию к обычным часам. Как это вообще все работает и насколько это прям вот суперудобно в повседневном использовании, я уже скажу в полноценном обзоре, который выйдет на следующей неделе. А пока что просто зафиксируйте – Apple Watch Series 5 – Always On Display. Раньше такого не было. При этом на всех трех моделях яркость 1000 нит, покрытие из сапфирового стекла и 3D-тач. Еще есть пару отличий по самой конструкции корпуса. Толщина серии S3 – 11,4 мм. Четвертая и пятая серия стала тоньше – 10,7 мм. Колесико Digital Crown у серии S3 обычное. У четвертой и пятой серии с тактильным откликом. Очень приятным, к слову, он ощущается как механические щелчки, хотя это просто виброотклик. Ну, это чудеса Apple. Дальше я хочу рассказать про разницу функциональности этих смарт-часов. И понятное дело, что все эти три поколения, да и предыдущие тоже, могут отслеживать вашу физическую активность. Вы можете управлять воспроизведением музыки на вашем смартфоне, получать уведомления. В общем, стандартные такие функции есть везде. И даже на серии S1. Так в чем же разница между вот этими серия S3, S4 и S5? В отличие от серии S3, в четвертом и пятом поколении появилась возможность замерять сердечный ритм. Делать так называемое ЭКГ прямо на часах. Это была основная фишка четвертого поколения, когда оно только появилось. Ну, помимо увеличенного размера и другой технологии дисплея. Естественно, в пятом поколении оно тоже есть. Вот только есть один неприятнейший момент, который заключается в том, что эта функция на данный момент работает не везде. Есть специальная страница на сайте Apple, я ссылочку на нее оставлю в описании, там где вы можете посмотреть, в каких странах эта функция уже доступна. И они добавляют постепенно страны с каждым выходом новой Watch OS. Но нашей страны там до сих пор нет. На момент съемки там уже 35 стран. Ну, а когда мы паяемся, пока неизвестно. Остается только следить за этим. Также в серии S4 и S5 есть функция обнаружения падения. Это нужно не всем, но те, кто потенциально в течение дня могут по какой-либо причине упасть. Например, спортсмены, велосипедисты, бегуны, дети или пожилые люди. Это очень крутая функция. Идея в том, что часы понимают ваши падения. Причем делают это достаточно точно. То есть, сымитировать, просто взять и упасть, ничего не произойдет. А вот у меня друг был на тренировке на баскетболе, его толкнули, он упал и оно сработало. Как они этого добились, не знаю. Возможно, они определяют не только падение с помощью гироскопа, акселерометра, а еще за счет замера вашего сердечного ритма. Для чего это вообще нужно? Да, в общем-то, все легко и просто, ответ на поверхности. После того, как вы упали, часы вас спрашивают, все ли с вами в порядке. Если все в порядке, выбирайте все окей и забывайте про это. Если не в порядке и вы нажимаете именно этот вариант, то часы предложат вам позвонить в службу экстренной помощи. Причем, что самое интересное, это работает даже в Украине, они вызывают скорую помощь по 103. Если вы ничего не нажмете, но продолжите двигаться и часы поймут, что вы встали, то они по-прежнему будут отображать кнопку быстрого вызова скорой помощи, но сами уже звонить не будут. А если вы упали и не встаете, часы это понимают и ближайшие 30 секунд часы начинают издавать звуковой сигнал, который плавно нарастает, для того, чтобы окружающие могли обратить на вас внимание и, возможно, помочь. Через 30 секунд они сами совершают звонок в экстренную службу, в скорую помощь по 103 и сообщают оператору о том, что вы упали. Сообщают данные о вашем месторасположении по широте и долготе. Тут главный вопрос, как отреагирует скорая помощь на звонок ваших Apple Watch. После чего они бросают трубку и отправляют сообщение о заранее выбранном вами контакту, тоже с таким же сообщением, но только уже в текстовой форме. Это потрясающе. На самом деле это достаточно просто, вроде бы звучит, но это может спасти вам жизнь. И последняя функция, которая эксклюзивна только на Apple Watch Series 5, это компас, который пригодится для навигации. Особенно пеший, потому что направление движения можно корректировать, не доставая смартфон из кармана. Раньше отображалась только точка на карте, а теперь еще показывается направление, в которое вы смотрите. И, наконец, батарея. Apple никогда не пишет про объем батареи в миллиампер час своих устройств и говорят просто по часам. И вот везде написано 18 часов работы. Я для того, чтобы дать вам более точные данные, потому что, как правило, 18 часов непонятно, сколько они реально будут держать. Я провел небольшой опрос среди коллег, у которых есть уже все поколения смарт-часов, от 3 до 5, и усреднил эти значения. Все три поколения выдерживают два дня автономной работы без подзарядки. Это при условии, что вы снимаете их примерно в 8 часов утра, не используете GPS во время занятий спортом, например, бегом на улице, и не так часто занимаетесь в зале, когда у вас постоянно отслеживается ЧСС. Ну, сердечный ритм. Вот при таких условиях они все держат примерно одинаковые. Поэтому сказать, что пятый держит больше, чем третий, нельзя. Это приблизительно один и тот же показатель. И последнее, это цена. И, понятное дело, эта цена будет актуальна на момент съемки видео при покупке у официального реселлера в Украине. И для того, чтобы было нагляднее и понятнее разницу в этой цене, я буду брать самый обычный, простой набор с ремешком Sportband. Не Nike, не Hermes. А вот самые простые, так сказать, начальные стоимости всех этих часов. Apple Watch Series 3 38 мм, 6999 грин, 42 мм, 7999 грин, Apple Watch Series 4 40 мм, 12499 грин, 42 мм, 13499 грин. Отличаются не так существенно, как отрыв третьего поколения. Они прям сильно дешевле, почти в два раза от пятой серии. Так что делаем выводы. Если у вас еще не было Apple Watch, и вы хотите больше дисплей и все новые функции, которые есть в четвертом и пятом поколении, то, думаю, нужно выбирать уже последнее, пятое поколение. Разница в цене между четвертым и пятым действительно уже не такая существенная. А Always-On Display и Compass, ну, приятно, лишним не будет. Если у вас еще не было Apple Watch, и для вас не принципиально наличие новых функций, да и размер дисплея устраивает в третьем поколении, то серия S3 для вас. Если у вас уже есть третье поколение или ниже, то есть смысл брать уже пятую версию. Причем в том случае, если вам хочется больше дисплей и постоянно работающий дисплей. Плюс наличие таких функций, как обнаружение падения, ЭКГ, который непонятно когда заработает, и виброотклик Digital Crown. Если у вас серия S4, как у меня, то я даже не знаю. Мне кажется, что я все-таки подожду серию S6, потому что, ну, не вижу прям существенных причин сейчас менять часы. Хотя я еще недельку с ними похожу, может все-таки смысл есть. Пишите в комментариях, какие у вас сейчас Apple Watch или какие вы планируете купить. Ссылки на все три модели я оставлю в описании. Если вас уже какая-то заинтересовала, можете переходить и заказывать. И опять напоминаю, что серия S3 сейчас прям по супер классной цене. И если вам не нужны дополнительные функции размер 38 либо 42 как раз для вас, то я бы очень рекомендовал купить, пока они еще есть в продаже. Ставь лайк за это видео, обязательно подписывайся на канал. Всем хорошего дня и яркого настроения. Пока. Кнопка подписаться, еще интересный видосик. И ссылка на, ну, ставлю на пятые, но не последние. Пока. Пока. Пока.